ЧЕГО? Это обман? Получается, Арис Майн действительно обманывает. Арис Майн это обман? Именно такое сообщение я получил в своем телеграм-канале. И сегодня я проверю все донаты, даже секретный. И кстати, я знаю, что ты не подписан и не поставил лайк. Ведь по статистике целых 70% смотрят меня без подписки. Так что ставь лайк, подписывайся. А мы начинаем. И специально для этого ролика я создал чистый аккаунт. Как можете заметить, у меня никнейм Арис Скам, статус игрок и наиграно всего лишь 5 минут. И что же, теперь мы с вами прописываем команду Slash Donate. У нас открывается донат и нам нужно прикупить себе самый первый донат Гидра. Для этого мы заходим на официальный сайт Арис Майна. Выбираем донат Гидра. Нажимаем купить и вводим свои данные. Мы с вами вновь возвращаемся в Майнкрафт. И прямо сейчас я покупаю донат за 19 рублей. Как видите, все успешно. И теперь давайте проверим, что я могу сделать. Вновь прописываем команду Slash Donate. У нас открываются донаты и нам нужен донат за 19 рублей. Мы можем посмотреть собственный набор команды Slash Kit. Проверяем Slash Kit и да, как видите, у меня все успешно работает. И пока мы с вами находимся в этой менюшке, давайте нажмем на набор Гидры и сразу его возьмем. Как видите, у меня все работает. Кстати, давайте еще кое-что проверим. Для этого пишем команду SRV Hard. Нажимаем на Enter. Нас телепортирует на Анархию. Правда, я не знаю, откуда у меня такие ресурсы здесь. Тем не менее, снова заходим в набор, нажимаем на Гидру и берем набор. И как видите, у меня все работает. Да, здесь правда немножко другой набор. Ну, потому что это анархия. Также мы с вами можем посмотреть текущее время команды Slash Time. Прописываем Slash Time и текущее время ночь. Тут написано установить день Slash D2. Давай попробуем, интересно работает. У вас нет прав, чтобы изменять время суток. И также мы можем открыть ручной верстак команды Slash VB. Пишем Slash VB, пробуем и да, действительно, мы открываем ручной верстак, где мы можем что-нибудь скрафтить, к примеру, вот такой вот сундук. И это у нас был донат за 19 рублей. Снова заходим на официальный сайт Арисмейна и следующий донат у нас Цербер. И стоит он уже 99 рублей. И мне остается нажать только лишь одну кнопку и я успешно его куплю. Нажимаем и мы с вами купили Цербера. Теперь мы с вами прописываем Slash Донат и смотрим, что мы можем. Во-первых, у нас доступны команды прошлых привилегий. Также у нас имеется собственный набор Slash Kit. Прописываем Slash Kit. У нас открываются наборы и давай посмотрим, что тут у нас. А тут у нас алмазка на защиту 1, неплохо. Нажимаем и как видите, все работает. А что насчет анархии? Делаем с вами то же самое, нажимаем и получаем набор. Все идеально работает. Также теперь мы можем покушать командой Slash Fit. Только чтобы покушать, нам нужно немножечко проголодаться. Отлично, мы проголодались. И теперь пишем команду Slash Fit. И как видите, вы успешно покушали. Также мы можем получить голову игрокам, прописав команду Skull и никнейм. К примеру, мы пишем Skull и ну давайте возьмем голову Фанзи. И это голова Фанзи. Также мы можем игнорировать какого-то игрока, команды Slash Ignore. Тоже прописываем Slash Ignore и давай будем игнорировать, к примеру, ну вот этого игрока. Пишем. А у меня есть список игроков, которых я могу игнорировать и добавить или удалить игрока. Нужно прописать Ignore Toggle и никнейм. Хорошо, тогда так и сделаем. Тадам. Теперь вы игнорируете игрока. Пока что все работает безупречно. Ну а теперь я вам покажу супер секретную команду для хакеров. Ну или программистов, называйте как хотите. Узнать информацию о состоянии сервера Slash GC. Прописываем ее и мы видим абсолютно все, что у нас тут только написано. Да, я в этом конечно ничего не понимаю, но вот скриншотите кому нужно. Также мы можем теперь открыть ручной эндер сундук командой Slash IK. Прописываем Slash IK. И у нас открывается сундук края, куда мы можем сложить все наши ресурсы. А еще мы кое-что с тобой забыли сделать. А именно в предыдущем донате. Возможности. Вам доступны 3 точки дома. И вы можете заприватить 3 региона. Вы можете выставить на рынок 5 предметов. Также у нас есть бонус к заработку денег 10%. И донатерская зарплата каждые 20 минут. Что же, давай попробуем поставить сразу 3 точки дома. G, допустим F и... А, вы сможете выполнить эту команду через 10 секунд. Ну тогда подождем. Вторая точка дома успешно готова. Третья точка дома успешно готова. Пишем Axel и выставляем за 6000 первый предмет. Второй предмет. Третий, четвертый, пятый. И вот сейчас вроде как я не смогу выставить. Что? Я... А, нет, все. Вы не можете хранить на уксоне более 5 предметов. Пока что никакого обмана я не вижу. Мы с вами вновь находимся на сайте. И нам нужно прикупить теперь донат за 300 рублей. А именно Тритон. И что же, у меня появится новый донат через 3, 2, 1. И как мы видим, я купил себе новый донат Тритон. Нам также доступны команды прошлых привилегий. У нас имеется свой собственный набор слэш кит. Давай сразу его и проверим. Нажимаем на набор Тритона. Получаем. И да, все действительно, все так же как и здесь. А что насчет анархии? Ну-ка проверяем. Тут уже броня у нас появляется. Нажимаем и да, нам снова все выдали. Только теперь нам доступна еще команда установить личное время. Овентайм. Пишем овентайм. Ну, к примеру, давайте поставим ночь. Вы успешно установили ночь для себя. И как видите, да, все действительно работает. Также мы можем надеть предмет на голову команды слэш хэт. Ну, к примеру, мы возьмем свой булыжник и пропишем слэш хэт. Ну-ка. А у вас уже имеется предмет на голове. Попытка номер 2. И тадам-дам. Все, у нас теперь булыжник вместо шлема. Ну, и вместо головы. Мы теперь также можем потушить себя командой слэш экст. Так, мне теперь нужно где-то срочно отыскать огонь. Лава успешно была найдена. Прыгаем, поджигаем себя. Все, мы горим. И теперь пишем команду слэш хэт. Вы успешно потушили себя. И как видите, я реально себя потушил. Так что команда работает. Теперь мы можем вывести свою локацию в чате командой Курпас. Прописываем ее с вами и... Ваша текущая локация, обычный мир и мои координаты. Давай-ка проверим. И да, все действительно работает. Нам также доступна кошачья пушка команды Китти Кэнон. Прописываем ее с вами и вот она. Нажимаем и вы успешно запустили котят. Правда, я почему-то звук не слышу. А почему звука нету? Стоп. Ну ладно, тем не менее, она у нас тоже рабочая. А звук это, видимо, что-то у меня не работает. И теперь мы можем с вами очистить инвентарь командой Слэш Клэр. Пишем команду Слэш Клэр. Ваш инвентарь успешно очищен. И как видите, все действительно работает. Очень удобная команда, если у тебя очень много мусора. Просто одной кнопочкой бас и все почистил идеально. Теперь мы можем посмотреть баланс другого игрока командой Баланс и Никнейм. Ну давай пропишем баланс и, к примеру, вообще рандомный ник. Пускай вот этот будет. У него на балансе полмиллиона долларов. Текущий уровень первый, количество очков первый и наиграно 3 часа на режиме. Все идеально работает. Мы можем также узнать информацию о предмете. Командой ItemDB. Но вначале нам нужно добыть блок. Пишем эту команду. Предмет земля. Максимальный размер стака 64. Опять все работает. Да где же обман? Теперь нам достигнут лимит в 5 точек дома, 5 регионов, 8 предметов на аукционе. И также мы получаем 20% и донатерская зарплата кажд 20 минут. И мы с вами снова оказываемся на сайте Арисмайна. Здесь нам предстоит купить уже донат в Феникс за 500 рублей. И волшебным образом он у меня покупается. Нам также доступны команды прошлых привилегий. Собственный набор слэш-кит. Поэтому пишем слэш-кит. У нас открываются наборы. Вот набор Феникса. Нажимаем получите. Как видите тут защита 2. Меч на остроту 2. Вроде бы все окей. Проверочка. Да, все идеально. А что насчет анархии. Нажимаем на набор Феникса. Получаем его. И как видите, все действительно работает. Я не понимаю, где обман? Также нам теперь доступен чат донатеров. Слэш-дэм. Давай напишем дэм. Всем привет. И да, все работает. Теперь мы можем с вами еще посмотреть чужой инвентарь. Команды слэш-нвси. Ну, давай будет инвси. К примеру, вот этот вот игрок. Смотрим и у него есть тут хорусы. Как видите, все прекрасно работает. Также теперь мы можем посмотреть игроков поблизости. Команды слэш-нер. Я нахожусь сейчас на спауне. Пишем слэш-нер. И как видите, игроки поблизости. Опять же, все работает. Также теперь можем включить режим шпиона. Командой слэш-эс-п. Пишем слэш-эс-п. Команда не найдена или введена неправильно? Чего? Это обман! Подожди, подожди, а если я пропишу social spy? Ну-ка, режим шпиона включен. Я уж реально подумал, что Aris Mine это обман. Вот оно как работает, понял. Мы теперь можем запустить фейервер команды Firework. Что же, пишем команду Firework, и вы успешно запустили фейерверки. Слушайте, ну неплохо, неплохо. Можно так подавать хотя бы сигнал, где ты находишься своим тиммейтом. Мы теперь с вами можем еще установить дождливую погоду командой Slash Storm. Ну-ка, проверочка, смотрим, действительно ли у нас все это будет работать. Смотрим и, да, действительно, я установил штурмовую погоду на сервере. Мы также можем установить ясную погоду Slash Sun. Пишем Slash Sun, смотрим, и вы сможете выполнить эту команду через 19 минут 44 секунды. Понял, спасибо. Также можем узнать онлайн сервера команды Slash List. Прописываем Slash List, смотрим и, да, действительно, мы видим абсолютно всех игроков. Также мы можем забанить на время какого-нибудь игрока. Да, но, знаете, я лучше забаню сам себя для проверки, а не какого-то обычного игрока, чтобы ему не мешать. Поэтому пишем Temban, мой никнейм Aris Scam. К примеру, проверка на 1 секунду. Ну-ка. А вы не можете забанить этого игрока, блин. Ну, я уверен, раз я не могу забанить сам себя, значит другого могу. Также мы можем теперь замутить на время какого-то игрока. До 2 часов, если что. Ну, давай пропишем Temp Mute, к примеру, выберем абсолютно рандомного игрока, это никак им не повлияет. Давай на 5 секунд, почему бы и нет. А, Temp Mute, ник, время и причина, понял. Допишем просто тест. А, вы не можете замутить игрока, который не в сети. Чего, нафиг, так он же только что здесь был. Ладно, другого игрока. Вот этого, бам, и... Чё, вы не можете замутить этого игрока? Чего, это чё, скам какой-то? Давай тогда ещё коем попробуем вот этого. О, отлично, заработало. У вас есть 12 часов, чтобы предоставить доказательства правильности выдачи наказания. Нажмите сюда для перехода, но у меня нету никакой причины, поэтому, скорее всего, я потом получу бан. Ну и также, как приятный бонус, теперь мы можем заходить на заполненный сервер. Нам доступны 7 точек дома и... Да ну нафиг, меня чё забагали, что... Да вы чё? Нет, вас забанил игрок вечно АФК, да ну нафиг. Ну так вот, у нас доступны 7 точек регионов. Также мы можем выставить 10 предметов на рынок. Бонус к заработку 30% и донатерская зарплата каждые 20 минут. Теперь нам предстоит купить донат пандар за 999 рублей. И магическим образом он у нас покупается. Нам доступны команды прошлых привилегий. Также у нас имеется собственный набор слэшкит. Пишем слэшкит. И давай посмотрим, что нам доступно. Тут уже защита 2, алмазка, тотем даже имеется и меч на остроту 3. Что же, мы с тобой нажимаем взять его и как видишь, всё действительно у нас работает. А что насчёт анархии? Ну-ка, нажимаем получить набор и да, всё действительно работает. Но тут защита 1 и немножечко другие зачарования, потому как это у нас анархия. Теперь нам доступна ещё дальняя телепортация, RTP-FAR. Что же, пишем RTP-FAR и ну-ка, да, нас телепортировало на безопасную локацию. И взгляни на мои координаты. Да, слушай, это действительно далёкая телепортация. И теперь мы можем играть в кости в казино с нулевого уровня, в варп казино. Казино это зло. Но тем не менее, мы должны это проверить. Пишем в варп казино. Так, это у нас стол Зевса. А нам нужно найти немножечко другое. Подожди, или я могу здесь уже играть? Давай попробуем бет, ну к примеру, 1000. Ну-ка. А, да, вы успешно сделали ставку. Вновь всё у нас прекрасно работает. И теперь мы можем посмотреть чужой инвентарь с бронёй. InVC, ник и армор. Пишем InVC, рандомный никнейм. И давай пропишем Армор. Ну-ка, смотри. Нифига, реально всё работает. И взгляни на эту броню. О, подожди, два игрока играют. Кто же выиграет? Ставка 2000 долларов. И результат мы узнаем через 8 секунд. Остается 3 секунды, 2, 1 и... Ты серьёзно, мои деньги забрал? Ну и ладно. И теперь мы можем ещё узнать реальный ник. Командой RealName и Никнейм. Ну, к примеру, пишем RealName. И пускай это будет тоже рандомный игрок. Вот этот. А, игрок с таким фейковым ником не найден. Ну, опять же, всё работает. Теперь мы можем установить день и ночь. Что же, давай проверим. Как видишь, у нас сейчас день. Мы пишем команду SlashNight. И у нас устанавливается ночь вот таким вот образом. Так что всё работает. И давай сразу припишем SlashDay. Да, вы не можете исполнять команду через 20 минут. Ё-моё. Ну ладно, хотя бы работает. Также мы теперь можем написать объявление командой BC и Text. Что же, давай так и попробуем. BC, к примеру, всем привет. О, реально работает. И мы можем отключить показ автосообщений команды EDV. Ну и проверим, как это на самом деле. Вы отключили показ автосообщений. Ну и теперь в течение ролика будем проверять. Мы также можем узнать информацию о игроке команды Whois и никнейм. Давай пропишем Whois, ну, к примеру, вот этот игрок. Всё, мы получаем полностью его информацию. У него, кстати, 28 уровень. Теперь мы можем забанить на время на 12 часов и также замутить на время 12 часов. Ну, знаете, я верю, что это работает. Проверять не сильно хочу, а то ещё забанят. И теперь мы можем установить свой варп командой SetWarp название. Ну, давай напишем SetWarp, к примеру, FANZI. Вы успешно создали варп под названием FANZI. Ну и также мы можем удалить свой варп командой DellWarp. Ну и я этого делать не буду. А если захотите, то заходите на 6-й гриф и пишите в варп фанзи. Я потом зайду, посмотрю, что вы тут сделали. Ну и также мы можем зайти на заполненный сервер. У нас расширяется точек дома несколько, регионов, процент, ну и также предметы. Теперь мы с вами покупаем для нас за 1999 рублей, а именно крона. С одним волшебным действием мы его с вами приобрели. Нам вновь доступны команды прошлых привилегий. Также теперь у нас задержки на команды в 2 раза меньше. Ну и собственный кит. Мы с тобой прописываем слэшкит и смотрим, нам доступен набор кроноса. Нажимаем получить и как видишь, защита 3 у нас имеется. Да, все идеально. А что насчет анархии? Ну-ка нажимаем, проверочка, смотрим, вроде все хорошо. Нажимаем и да, все успешно выдалось. И теперь нам доступна команда RTP NER, телепортация возле игроков. Пишем RTP NER, смотрим и нас телепортировало возле игрока. Ваш взгляд направлен на ближайшего игрока. Пишем слэш NER, смотрим и да, действительно все так и работает. Также теперь мы можем следить за игроком команды Target Spy и никнейм. Ну, к примеру, пишем Target Spy и пускай это будет, ну, вот этот вот игрок. А, этот игрок слишком далеко от вас. Я телепортировался возле игроков. Пишем слэш NER и как мы видим, здесь есть какой-то Саша. Теперь мы пишем Target Spy и его никнейм Саша. Ну-ка и да, все работает. Самое что интересное, мы теперь можем установить фейковый ник, команды, ник и название. Ну, к примеру, пишем никнейм и, допустим, я буду Фанзи. Фейковый ник установлен на Фанзи. Давай напишем 1, 2, 3. Да, смотри, у меня реально все работает, я теперь Кронос Фанзи. Мы также можем сменить цвет префикса команды Slash Color. Ну, давай ее пропишем, Color, к примеру, и, ну, допустим, давай возьмем синенький. И, как видишь, теперь у меня статус Кроноса, он синий. А если я нажму на желтый, он будет у нас желтеньким. Также мы теперь можем починить абсолютно рандомную вещь командой Fix Hand. Ну-ка, подожди, у меня есть хоть какая-нибудь вещь? Мне чинить даже нечего, блин. Окей, мы с собой ломаем немножечко дерева, вот так вот березки. Мы поломали свой топорик и пишем команду Fix Hand. Ну-ка, да, все успешно, мы починили. Мы также можем снять зачарование с предмета командой Slash Grind. Ну вот, не знаю, что у меня даже нет никаких предметов. Я прикупил себе немножечко айрисов. Пишем теперь команду Slash Shop. У нас открывается знатный магазин и давай купим, к примеру, меч Олимпа. И теперь пишем команду Slash Grind. Она как-то так называлась. Ага, нужно теперь подтвердить это действие. Подтверждаем и... А, я неправильно написал. Попытка номер два и... Да, вы успешно сняли зачарование. И посмотри, у меня просто меч Олимпа, но без зачарований. Мы теперь можем запретить телепортацию к себе. TP-OFF. И как раз около меня кто-то тэпнулся. Пишем TP-OFF вот так вот и... Вы запретили телепортацию к себе. Офигеть. Теперь мы можем забанить и замутить игрока на целый один день. Но этого я проверять не стану. А то еще забанят потом. Кто его знает. Мы можем заходить на заполненный сервер. Нам доступно 15 точек дома, 15 регионов, 25 предметов можем выставлять на рынок и 60% к заработку денег. А я также могу создать 3 варпа. Вау. А в донате пандаров всего 2 мог. Ну а теперь мы идем на сайт покупать следующий донат. А следующий донат у нас на секундочку стоит 3499 рублей. И это донат Фобос. Ходит легенда то, что если прыгнуть 3 раза на Алисмайне, то у тебя купится донат Фобос абсолютно бесплатно. Что же проверяем? Раз, два, три и смотрим. Да, действительно. Я купил привилегию Фобоса. Нам доступна команда прошлых привилегий и задержки на команда в 3 раза меньше. У нас имеется также свой кит. И давай посмотрим, что же нам тут дают. Нам дают защиту 4, 3 тотема. Офигенный меч. Просто взгляни на это. Нажимаем и да, все выдалось. А что насчет анархии? Ну-ка нажимаем, смотрим. Тут защита 3. То есть кит немножечко похоже, но ничего страшного. Нажимаем. Все так же работает. Кит успешно выдался. Теперь мы можем добавлять владельцев в регион RG Adovner. Ну, чтобы это проверить, нам нужно создать регион. Пишем Slash Wand. Нам выдается деревянная лопата. Выделяем первую точку, вторую. Ну и нужно просто приватить приват какой-нибудь. Вот так вот. Бам. Все. Теперь пишем RG Adovner. Название региона. И пускай, ну вот этот чувак тут живет. Все. Я успешно добавил игрока к себе в дом. И не просто так добавил, а сделал его владельцем. Теперь нам доступна телепортация возле бас RTP Base. Но это работает только на анархии. Пишем команду RTP Base. И ну-ка смотрим, локация возле баса успешно. Да, смотри, тут действительно что-то было. Также мы можем починить абсолютно все вещи в нашем инвентаре. Команды Fix All. Ну давай просто пропишем так, бам. И все, предметы в лепочинке не найдены. Но в целом она работает. Мы можем еще отключить входящие сообщения команды MSG Off. Проверочка MSG Off. Ну-ка смотрим и сообщения других игроков отключены. Пока что все работает идеально. Мы также можем теперь себя исцелить командой Slash Hill. Ну-ка пишем команду Slash Hill. И вы успешно исцелены. Можем снять с себя все эффекты командой Slash Milk. Пишем Milk. Ну-ка проверка. Вы успешно сняли с себя все эффекты. И также мы теперь можем получить радужную броню командой Rainbow. Я так понимаю здесь написано грифы. На каком грифе? Давай-то если пишем Rainbow. Пишем вы надели радужную броню. О, реально смотри, работает, офигеть. По сути это халявная броня. А как часто я могу такое писать? А вы сняли? Подожди, я так могу вообще... Я могу ее так дюпать или что? А я ее так снять не могу. Но она сторону дает нам немножечко защиты. Пользуйтесь пока не пофиксили. Также мы теперь можем поджечь игрока командой Burn. И никнейм. Что же, я нашел подопытного игрока. Пишем команду Burn и его никнейм. Вот его никнейм. Бам. И да, смотри, все идеально работает. Теперь мы можем забанить и замутить игрока на время. А именно, на три дня. Опять же, я это проверять не буду, я боюсь бана. Мы вновь можем поставить свой варп и также его удалить. Мы можем также заходить на заполненный сервер. Нам доступны 20 точек дома, 20 регионов. Мы можем выставить 25 предметов на аукцион и получаем 80% к заработку денег. Ну и также 5 варпов можем поставить. А еще самое важное, мы можем писать в чат без задержки, использовать выделение в чате и иммунитет от банов, киков и мутов. Я считаю, это прям жесткая имба. Ну а мы с вами переходим к следующему донату за 9499 рублей, а именно Ариас. И через 3 секунды мы его с вами покупаем. Раз, два, три. Как видишь, в чате мы его успешно купили. Нам доступны команды прошлых привилегий. Задержки на команды в 4 раза меньше. Нам доступен собственный набор слэш-кит. Проверка, вот наш набор Ариаса. Мы нажимаем получить, смотрим на ресурсы. Да, все действительно точно так же, как и здесь. А что насчет анархии? Ну-ка проверка. Мы видим эти ресурсы, нажимаем получить и да, все успешно работает. Теперь мы можем выдать донат другому игроку команды слэш-грант. Что же, давай-ка проверим слэш-грант и, ну, к примеру, а что она не работает? А во, выдача привилегий. Ну, к примеру, я хочу выдать кому-то, давай феникс выдадим. Нажимаем на феникса и напишите ник игрока в чат, которому вы хотите дать привилегию. Слушай, ну вон там есть какой-то чувак, Давид, давай Давиду. Пишем Давид, его никнеймы. Да ну нафиг! А, мне нужно подтвердить. Пишем confirm. И все, я выдал. Да, я ему выдал. Ты прикинь! А вот играли бы на Арисмайне, возможно, тоже получили бы донат. Также заходите IP в описании. Теперь мы можем даже изменить выделение созданного региона командой RG Redfine. Но у меня региона даже нету. И мы теперь можем запустить викторину командой Question. Давай попробуем прописать команду Question. И нам нужно задать коим вопрос и также награду. Давай напишем, кто я. И награда, к примеру, будет 50 тысяч. Ну-ка, у меня все получилось или... Я что-то не понимаю, как это работает. А, во, все, я разобрался. Мне нужно было сначала написать награду. И потом ввести вопрос. Давай спросим, кто я. Введите ответ на вопрос. Фанзи. Все, отлично, мы с вами запустили викторину. Теперь мы можем включить себе режим полета и режим бога. Пишем slash fly. Slash god. И да, как видишь, у меня все прекрасно работает. Также мы можем клонировать предмет в инвентаре. Slash clone. К примеру, мы будем клонировать семечку пшеницы. Пишем slash clone. И да, действительно работает. То есть так по факту можно склонировать даже тотем. Ты представь только. Также мы можем починить все зачарованные вещи в инвентаре команды fix all. Мы ее с вами уже проверяли. Можем исцелить какого-то игрока командой slash heal и nickname. Ну как heal, к примеру, ну вот этого игрока. Бам, и все. Высцелили игрока. Я в шоке. Офигеть. И теперь мы можем прописать команду slash seed. И сможем сесть в любом месте. Пишем slash seed. А, подожди, чего? Сесть можно только остановившись. Чего? Подожди. Это что, обман? Так, проверка номер два. А, во, все работает. Отлично. Также можем забанить и замутить игрока на семь дней. Также можем установить варп и удалить свой варп. А по возможностям я уже молчу, ребят. Просто посмотрите, бонус к заработку сто процентов. Короче, можно сказать, я просто бог. Но подождите, вы, наверное, подумаете, что уже все. Донаты закончились. А что еще можно купить? Что если я вам скажу, что существует еще донат аристократ за 14 499 рублей? И да, он действительно только есть на сайте. И что же, мы теперь с вами его покупаем. Бам, и мы купили привлегию аристократ. Это самая дорогая привилегия. Даже этот чувак в шоке. Что? Да, это самая дорогая привилегия. И проблема заключается в том, что я здесь не могу посмотреть, что я могу сделать. Ведь этого доната попросту даже тут нету. Поэтому мы заходим на сайт и смотрим. Нам доступны команды прошлых привилегий. Задержка на команды в 5 раз меньше. Собственно, набор slash kit. А вот в наборах, кстати, есть набор аристократа. Мы с тобой нажимаем, проверяем и... Ну, вроде как, должен быть одинаковый. Да, все идеально. А вот насчет анархии. Нажимаем получить и смотрим. Ну, вроде как, тоже все идеально. Мы теперь можем выдать донат другому игроку командой slash grant. Мы уже пользовались ей. Мы можем изменить свою скорость командой slash speed. Да ну нафиг, подожди. Slash speed, ну, к примеру, 5. Что я могу на... Да ну нафиг. Это как вообще? Ладно, шутки в сторону. Мы теперь можем прописать режим невидимости slash vanish. Ну-ка, slash v просто пишем. У вас нет права, чтобы переключать невидишь. Что, подожди, а я так не могу? Slash vanish. Что, подожди? А, может быть, из-за того, что я нахожусь на анархии? Я зашел сейчас на гриф. Давай-ка проверим. Slash vanish и... Невидимость включена! Чего? Вы только вдумайтесь, меня теперь вообще никто не видит. Это как? Также мы можем забанить игрока на 7 дней, замутить на время 7 дней, установить свой варп и удалить свой варп. Но, давай посмотрим на возможность. Я могу заходить на заполненный сервер. Нам доступны 50 точек дома, 50 регионов. Я на рынок могу уставлять 50 предметов. Бонус к заработку 100%. Я могу создавать 15 варпов, писать в чат без задержки, использовать выделение в чате. И у меня иммунитет от банов, киков и мутов. И я считаю то, что донат-аристократ самый лучший из всех. Потому что я по факту стал админом. Если ты, как и я, считаешь то же самое, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Посмотрим, сколько нас таких. Ай, кликай вот на эти два ролика и смотри. Я тебя уверяю, они получились лучше, чем этот.